Всем привет! Один из частых вопросов, которым задаются начинающие музыканты, это развитие музыкального слуха. Как начать, с чего поступиться. И вот сейчас я покажу один относительно простой способ развивать свой музыкальный слух. Стоит упомянуть, что музыкальный слух делится на три основных составляющих. Это ритмический слух, который так или иначе есть практически у всех людей. То есть, повторить, прохлопать какой-то ритм сможет практически любой из нас, по крайней мере, простой ритм. Гармонический слух это уже сложный вид слуха. То есть, там без каких-то базовых, хотя бы специальных знаний уже не обойтись. Его развивать, конечно, сложнее, но это потребуется ощутимое время. А вот такой довольно доступный всем начинающим музыкантам вид, это мелодический слух. Как развивать мелодический слух? То есть, по сути, что это такое? Умение слышать и умение играть, подбирать и понимать какие-то мелодии. Все знают, что есть такой специальный предмет сольфеджио, который в том числе развивает слух. Это все здорово, но проблема официального сольфеджио в том, что... Проблема большинства учебников по сольфеджио, что они содержат мелодии, непонятные и неизвестные многим людям. Поэтому вы можете сделать свое собственное сольфеджио. Как? Работать с мелодиями, которые вам или нравятся, или хотя бы хорошо известны. Например, я выбираю простую детскую песенку, которая известна всем с малых лет. В траве сидел кузнечик. Я ее хочу подобрать. Что я делаю? Сначала я просто пытаюсь напеть. И, кстати, многие стесняются или не любят петь, что, мол, я не умею. Это все ерунда, потому что мы сейчас говорим не о пении как таковом, а о использовании своего голоса. Неважно, как он звучит, скрипучий, некрасиво, это никого не волнует. Вы поете для себя, для того, чтобы лучше научиться, лучше слышать и находить звуки. Поэтому не надо абсолютно стесняться этого. Вот я напеваю так, как мне хочется, как мне естественно идет. Траве, в траве сидел кузнечик. Вот я что-то напел. И здесь важно с уважением и очень внимательно относиться к деталям и не торопиться. Мне нужно найти первую ноту. В траве, в траве, в траве. Я слышу, что это не так. В траве. О, попал. Но когда я взял не ту, обратите внимание. В траве, в траве, в траве. Вот я внимательно сравниваю то, что я играю, то, что я пою. И слышу, что я пою чуть выше, чем я играю. В траве. И следующая буквально нота, которую я попробовал, оказалась той самой. Я честно, я не абсолютник, поэтому я не был уверен. Я не знал точно, с какой нотой я играю. Поэтому я просто нашел вот со второго раза. Я нашел ноту. В траве. Одну я знаю. Дальше мне надо слушать то, что я пою, и стараться найти это на клавиатуре. Но это подойдет и струнникам, и духовикам, то есть, каждый на своем инструменте. В траве. Что я слышу? Я слышу, что мелодия идет вниз. В траве. Пробую какую-то ноту вниз. Да, кстати, тут стоит отдельно сказать вот что. Когда... Что такое мелодия? Это последовательность звуков. Один, второй, третий, четвертый и так далее. Как может вести себя мелодия, каждый звук по отношению к следующему? Он может... Всего три варианта. Он может либо остаться на месте, либо пойти вверх, либо пойти вниз. Больше нет вариантов. И, соответственно, если он идет вверх или вниз, он может пойти рядом недалеко, или пойти скачком, как говорят музыканты, то есть, куда-то перепрыгнуть. Я слышу, что он идет вниз, и идет не совсем рядом. В траве. Не под траве. В... Не подходит нота. В траве. Тоже не подходит. В траве. А вот это похоже на самое. В траве сидел узнечик. Ага, я слышу, что мелодия идет вниз, и уже идет близко, уже недалеко скачет, а идет где-то рядышком. Сидел узнечик. Не так. В траве сидел узнечик. Вот она. Вот таким образом. Конечно, я сейчас показал все довольно быстро и схематично, но я думаю, принцип понятен. Если иметь терпение, если выбирать правильные мелодии, которые не слишком сложные и вам нравятся, то у вас все получится, я уверен. Все.